Это шоу-тайм. Что это? Привет, мои адекватные и абсолютно разумные дройны. С вами я, ваш верный друг, Беталджуус! И сегодня мы с вами продолжаем рассматривать такую замечательную и бомбезную игру, как Готика. В прошлый раз мы с вами оказались на перепутье, и нужно было уже определяться, к какому лагерю мы с вами хотим присоединиться и какая идеология нам идеально подходит. Будем ли мы консервативным гитарастом из старого лагеря? Или же наш выбор пойдет на бытие ауешным ЛГБТшным оппозиционером из нового лагеря? А может лучше завернуть болотник в бумажку и пойти ловить дизентрию на болото во имя бога, которого, скорее всего, нет, не было и вообще? Я попросил высказать ваше мнение по этому поводу, и вы с радостью написали его в комментариях. Надо было отмудухать проводника, когда он пошел в старый лагерь, потому как у него крутая пушка для нас, плюс бабло, вот ты ну ничего не понимаешь в РПГ. Однако мне все равно было сложно определяться с выбором, так как ваших мнений было почти поровну. Само собой, я мог создать опрос, как и хотел изначально, но это было бы слишком сухо и честно по отношению к вам. Да и тем более, вдруг вы подумаете, что у вас есть выбор и уйдете на другие ютуб-каналы? Ни в коем случае! Вы будете до конца ваших дней сидеть тут и смотреть, как я пытаюсь совмещать шутки про три мои самые любимые вещи в мире, пиписьки, суицид и веру в сатану, как единственного верного бога. Поэтому, прежде чем куда-либо вступать, я решил пожить в этом мире чисто для себя, и заодно поразмышлять над тем, что вы мне написали. Для начала я выбежал из лагеря, в поисках кого бы физически унизить до смерти и получить драгоценную экспу. Моему взору попались падальщики, по другую сторону речки Вонючки. Плавание тут, кстати, очень даже неплохо реализовано. Если вы не будете плыть, то течение унесет вас в сторону и... Ну, в этом и все плавание. А че вы думали, что скати научат нас плавать брасом? Птичек я само собой вырезал, ибо наш Косипоша больной с комплексами человек, который получает эстетическое удовольствие от убийств и чтения Эрика Берна. Во имя взрослого, родителя, ребенка. And the Holy Spirit. Я отправился дальше, попутно раздумывая. Всего у меня на выбор три потенциально хреновые партии для вступления. С одной стороны, есть старый лагерь, в котором заправляет какой-то агрессивный ублюдок мафиозный авторитет. Я пойду к нему на службу и, возможно, даже буду активно расти по карьерной лестнице, пачкая свои руки в чужой крови на радость Гамеза. Может, даже дослужусь до митрополита местной церкви. Да и тем более, я уже гарантированно не буду терпилой рудокопом, который вечно батрачит шахтах и подтирает сраку стражникам. Потому что, ну серьезно, вы готовы провести всю свою жизнь батрача на государственных предприятиях за гроши, пока такие, как Гамез, пируют над останками несчастных работяг? Они знают, что меня могут заставлять делать, если я вступлю в старый лагерь. Возможно, я буду выполнять какую-нибудь грязную работу, о которой буду сожалеть до конца своих дней. Стоп. Я до конца своих дней буду под куполом, если пойду в старый лагерь, ибо тех абсолютно устраивает нынешний расклад. Тех же воров из нового лагеря это не радует совсем, и они хотят сломать барьер. Хотя там вокруг одни ауешеньки и, возможно, живут по понятиям. А моя излишняя ненависть к фуре так вообще может сыграть со мной злую шутку. Глядишь, еще в касту опущенных запишут и отправят на рисовые поля подставлять сраку сборщикам риса. А оно мне надо? Не надо. Жопа хуй пинаколада. Боже, какой он интеллектуал. Кстати, пока я тут гулял, мы нарвались на некого пачо, который сидит пердит. Эй, ты. Кто, я? Нет, твоя бабушка. Сей молодой человек не советует мне идти дальше, ибо там земли орков, а орки сильные и могут меня убить, сожрать, высрать и пустить по кругу. А вот в каком порядке уже будут решать дайсы и слоновые кости. В лучших традициях хаотик нейтрал капиталистов. Само собой, я любопытный дебик без инстинкта самосохранения и желания продолжать род, поэтому пошел туда. На пути стояли какие-то странные собаки, и я такой насыкий, чек полез в горы. Правда, в горах меня ждали какие-то животные, которые с легкостью меня сожрали в сырую, потому что в душе я сыроежка. Я загрузился и попробовал спуститься вниз, но походу я не знаю, как тут безопасно слазить с уступов, поэтому в первый раз я разбился насмерть, а на второй меня сожрали злые собаки. Поэтому я не нашел иного выхода, как обойти сильных, подобно невидимой руки рынка тварей, и спрыгнул в воду. Вот я был, и вот меня не стало. Фух, это прям очень насыщенный событиями день, надо бы сходить отдохнуть в старый лагерь, а то еще перетружусь, ложануюсь, манифестом подотрусь. Непосредственно в старом лагере я наткнулся на некого Грехова, которого хрен найдешь, ибо он сычует дома и рисует карты, а потом выкладывает на хентай фаундри. Я покупаю у него имеющиеся карты, ибо, а почему бы и нет? Хорошие карты, кстати, очень качественно нарисовано, мне прям нравится. Так, а вот этого вы не должны были увидеть, потому что вы должны были увидеть это. Ладно, я прям почувствовал себя отдохнувшим от просмотра красивых картинок. Надеюсь, скоро появятся и картинки смешные, тогда жизнь за барьером будет не такая уж и грустная. Вы только представьте себе, мемасы, прогамезы или болотник. Красота, ох, и еще кое-что. Мы так и подумали за старый и новый лагерь. Пора бы поразмышлять насчет болотного, ведь это очень даже вариант. В болотном лагере мне придется уверовать в спящего и заниматься всякими травокурными, наркоманскими, религиозными делами, что в принципе неплохо. Но с другой стороны, это жизнь на болотах, и как говорил кровавый барон... Ёбаные топи. Дух тут тяжелый, вот у крестьян мозги гниют. Глядишь, еще поеду башкой и буду лбом в полбить в честь какого-то там невыспавшегося. И да, насчет башки, ведь мне скорее всего ее побреют, и я буду похож на лысого фаната Гитлера. А если меня, еврея, заподозрят поклонение Гитлеру, то тогда вселенная треснет в районе срать, и мир разделится на два обосранных полупопия, где имбецилы будут орать, какой именно полупопия сосад. А оно мне надо? Не надо. Ну ладно, вы поняли. Ладно, размышления размышлениями, а я тут в какой-то печере нашел козырный мечик, который мощнее любого имеющегося у меня на данный момент оружия. Конечно, может оказаться, что этот меч слишком мощный, и вообще он был вырезан из игры, и это просто какие-то моды добавили его сюда. Бебей, ты че так? Мы тебя в рот казнили, че ты слишком легко играешься, их убиваешь, у тебя много руды, как так? I just can't understand. Некоторые люди, которые проходили готику, задаются подобными вопросами при просмотре моих роликов, но я лично не особо понимаю их. Я обучился тому, чтобы снимать трофеи животных, и по большему счету живу за счет продажи когтей всяких дебичей, а в особенности продажи срачельников шершней. Нашка Сипоша на этом целое состояние делает. Money, 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 да засраку! И да, насчет того, что я всех легко убиваю. Вот примерно такие тут у меня статы. По большему счету я расту здесь за счет массового геноцида животных, которые слабее меня. То есть убиваю волков, падальщиков, шершней, ящериц, червеебичей, которые не могут признать, что Фил Спенсер бог в облоти и наш спаситель. Кстати, меня весьма расстроил тот факт, что некоторые люди заподозрили меня в том, что я просто скачал игру с торрента и не купил ее. Словно я не гордый представитель иудейского народа, а жалкий нищегой, что не может позволить себе купить игру и поэтому со стыдом качает ее с торрентов. На сериалы, кино, музыку и программное обеспечение это не распространяется. На самом деле я просто установил все эти патчи и систем паки на оригинальную готику, которая качается из стима. Да что уж там, у меня и вторая и третья части есть. Да мало того, у меня даже есть сраная Арканья, драть ее под петушиный хвостик. Да и вы не поверите, но у меня есть также все части райзом в стиме, все части готики в гоге, придачу со сраным элексом. Или элексом. Так что уж кто-кто, а я отдал пираням все деньги, которые только мог. И поэтому читать комменты, что я зажопил копейки на столь золотую классику, это ну такое. Ладно, не будем о плохом, а будем о хорошем. А хорошее у нас то, что глядя на ваши замечательные комментарии, я все же смог определиться с выбором лагеря. А именно, я решил пойти по пути старого лагеря, и на то есть очень много причин. И... Первая причина это... Вы, дорогие мои друзья, очень многие писали, что выбор старого лагеря очень даже каноничен, да и к тому же, пойдя по его пути, мы сможем посетить остальные лагеря и посмотреть, что почем хоккей с мячом. А еще многие фанаты готики написали, что выбор старого лагеря поможет мне как-то сильнее прочувствовать какие-то сюжетные повороты. Хотя я не особо удивляюсь всяким там поворотам, разве что произойдет примерно такое. Эй, Касипаша, чего? Я твоя дочь. Ну а если честно, мне просто как-то стало стрёмно подводить Диего, он все-таки нам очень даже помог и решил вписаться за нас. Поэтому подводить его мне было очень неудобно, хоть это и просто набор квадратных полигонов мезозойской эры. Господи, почему я так снимаюсь обижать неписей? Теперь мы готовы вот-вот вступить в лагерь, однако у меня есть пара планов и идей, поэтому вот как мы поступим. Я сказал Диего, что готов вступить в старый лагерь. Он примерно подсчитался за и против, а после этого попросил передать Торусу, чтобы тот впустил нас. И тогда мы смогли проникнуть чуть глубже в старый лагерь, однако к Гамезу я идти на данный момент не собираюсь. О, нет! Я иду к магам огня и отдаю одному из их представителей то самое письмо, которое мне дали в начале игры. Кстати, если присмотреться, то можно заметить, что на этом клочке бумаги что-то написано, и мы в теории даже могли бы это прочитать. От этого колдуна по имени Мильтон мы узнаем, что данный месседж был предназначен некому магу Ксардосу, но тот оставил служение Инусу. Насколько я понял, это местный божок, которому поклоняются эти маги. Ну тупые! Теперь Ксардос живет где-то тут недалеко в землях орков и занимается темной магией категории Г. Также он своими силами пытается понять, что на самом деле пошло не так при возведении барьера. Видимо, он хочет завершить эти исследования в Соляново, так как все вокруг колдуны дебилы. А он один такой умный, прекрасный, красивый, писей машет вверх и криво. Короче, живет полной жизнью пожилого колдуна. После этого Мильтон говорит нам подождать здесь, а сам уходит, видимо, по важным делам. Мильтон сходил посрать, а по пути поговорил с местной шишкой среди колдунов по имени Каристо, по кличке Короста на яичке. То, что вы только что сказали, одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Каждый в этой комнате. Тот был просто в экстазе от данного письма и сказал, что мы можем подойти к некому Торезу и получить нашу награду. Я, само собой, прям в нетерпении от этого, ибо мне тут уже все прожужжали уши про то, что тут маги чуть ли не горы, сокровищ дают за подобные передачки. Тореза мы находим неподалеку и заговариваем с ним. Приветствую тебя, маг. Да пребудет с тобой анус. Он предлагает нам на выбор несколько просто великолепных, нет, даже так, опиздропиздухуительных наград. Кольцо говна, кольцо мочи, три куска туалетной бумаги и перманентный плюс пять к диаметру ануса. И тут вы, конечно, подумаете, что я циничный параноик, но мне кажется, что гондоны в платьях где-то наебали меня. Ибо если вы называете это большой наградой, то Владимир Сорокин является истинным автором капитала. Расстроенно я пошел гулять дальше по этим землям, и, если честно, возвращаться в старый лагерь у меня пока что нет никакого желания, настолько велика моя печаль. Поэтому я решил на всякий случай побродить вокруг, может, чего еще найду. Недалеко я нашел двух стражников, которые охраняли вход в землю орков и не хотели пускать меня туда. Это опасно. Скажем так, лучше отдай мне всю свою руду, потому что орки все равно порубят тебя на куски. Я максимум могу дать тебе облизать мои соски, предварительно помазав их глутаматом натрия, чтобы тебе вкуснее было. Сраженный печалью бытия, я направился в новый лагерь и нарвался на нашего старого знакомого по имени Лефти. Эй, ты! Я же велел тебе отнести воду крестьянам. Не люблю людей, которые раздают обещания, а потом не выполняют их. Знаете, в этот момент нечто внутри меня щелкнуло. Некий барьер сломался, а мои моральные устои и границы размылись. Кто-то может подумать, что барьер все-таки сломал меня, но нет. Он сделал меня сильнее. Он направил праведный гнев в мою руку. Кажется, никто из вас не понял. Не меня с вами заперли. Это вас заперли со мной! Иронично, что и того, и этого в русском дубляже озвучивал один и тот же человек. Я обокрал избитые тела этих немощных, а затем принялся за этого. Но чтоб знал свое место в курятнике среди убогих и тех бедных студентов, что решили пойти учиться на менеджмент. Мое презрение к вам неизмеримо. Когда Лефти проснулся, я ярко намекнул ему, кто тут папочка, а кто тут пиздюк, который будет ключи подавать. Похоже, крестьяне хотят пить. Я разберусь. Не волнуйся. Волнуется море. Головка от часов заря. Затем, слегка вальяжной походкой, я впервые дошел до шахты нового лагеря. Правда, внутрь шахты меня пускать отказались, так как я не шахтер, не из нового лагеря, и вообще шел бы я отсюда в сторону дагестанского цирка имени моряка с татуировкой догона. И говорю я про этот догон, поскольку мой канал максимально интеллектуальный, а шутки про доту это высшая форма юмора, которая уступает лишь шуткам про члена и говно. На этой же территории я обнаружил какого-то шалопая, который хочет дать мне странный квест. Он хочет подарить мне убермощное оружие взамен банальных продуктов для царской трапезы. Принеси мне 5 яблок, 2 бутылки рисового шнапса, 5 бутылок пива, 3 буханки хлеба, 2 куска сыра и 2 гроздья винограда. Вот и все, о чем я прошу. Поверь мне, ты не пожалеешь. Я уже говорил тебе, что с этим оружием можно победить любого врага. А я уже говорил, что ты, мягко говоря, пиздишь. Пизданувшись с лестницы, я отправился дальше кутить в этих землях. Например, я пошел пилить бревно, потому что это весело, вы ничего не понимаете веселья, если хотя бы раз в жизни не оттягивались, попиливая бревна на доске. Я так однажды в лесу зарезал рей на несколько асук, а после этого получил один ксилий и вот эту надпись над башкой. Вот оно веселье. О, а я же вам так еще и не показал ту самую кучу руды, которую собирают поехавшие ауешники вместе с магами воды. Надеюсь, тут есть где-нибудь тайный вход к этой куче, чтобы я насобирал себе руды в карман и купил что-то получше, кроме обоссанных штанов глинокопа. Ладно, это, конечно, все прекрасно, но пора бы возвращаться в старый лагерь, ибо я настолько полон решимости и праведного гнева, что же готов идти и встретиться с тем самым Гамезом лично. Но перед этим я пиздюлю еще парочку очередневого имя света, луны, солнца, что светит из оконца. В старом лагере я поболтал с экрана, те впустили меня в главное здание, где меня встретил некий Равен, который является правой рукой Гамеза. Одинокими ночами я полирую то, что вам лучше не знать. Я иду следом за Равеном, дабы увидеть Гамеза лично, и о, мой иудейский бог, от которого я отрекся, это же женщина! Или очень красивый мужчина, что было бы, в принципе, даже лучше. Так, ладно, не будем отвлекаться на представительниц женского пола до конца своих дней, и поговорим с Гамезом. Вы только посмотрите на него, сидит тут весь важный из себя петуч. Хотя, судя по его харе, его должны звать не Гамез, а чей свешная хуила. Мы говорим Гамезу, что хотим предложить свои услуги, так как мы вообще важны курицы и уже много завели знакомств, а тебе слабо асоциальная лопушиная манда. Теперь ты один из нас, малыш. Еееее, теперь мы являемся одним из призраков, и к тому же получаем полноценный досперт для защиты против угроз огнестрельным оружием и животные, люди и преждевременное знакомство с Metal Gear Solid 4. Потому что никто в здравом уме не должен играть в Metal Gear Solid 4, я вас заклинаю, не делайте этого. Также мы получаем от Равена задание отправиться в болотный лагерь и пошляться там, узнать, что вообще происходит в том месте на данный момент, и если что, приносить инфу обо всём непосредственно Равену. Ух, меня ожидают ещё одни замечательные приключения. Однако я решил не идти неподготовленно и купил у Диего улучшенную версию брони для призраков. Какой же я секс на палочке. С такой броней я на виду, здесь порядок. В первую очередь я бил всяких животных, в особенности волков, ибо до этого я мог спокойно убивать их поодиночке, а вот со стаями были небольшие проблемы. Но в этой броне я просто сраный железный дровосек, а поэтому четвероногие дебики теперь почувствуют вкус моего клинка. Оу, еее. Да не в этом смысле, бур... Ещё мной была обнаружена какая-то пещера с гоблинами, которые очень даже неплохо дамажили, но мой праведный гнев так и смог сравнять их с землёй. Как в своё время египтяне сравняли с землёй Атлантиду. Так всё и было, я знаю. Безымянный Кассипоша так и добежал до лагеря, как его вдруг встречает наш старый знакомый Лестер, дабы обрадовать нас радостной новостью. Эрц-герцог Франц Фердинанд был фанатом «Время и стекло», а значит его не жалко и Первой мировой не будет. Вот из-за таких шуток от меня и отписываются. Лестер рассказывает нам, что гуру вот-вот смогут призвать спящего, но для этого им нужно что-то, что объединит их силы, а именно какой-то магический артефакт под названием Юнитор. Для полной инфы нам надо будет уже поговорить с самим Юберионом, который, если не помните, является главой этого болотного братства. Да хранит тебя спящий. Идём к Чипу Шиле, и вы только посмотрите на него! Даже у этого лысого дебика есть баба, а у нашего косипоши только правая рука. Я разговариваю с Юберионом и получаю квест на поиске некого Нераса, что сосал у подножия горы Чупа-Чупс из-за лупы. Видео баба, а без шутки про члены, всё равно что Айседора Дункан без шарфика. Этот Нерас должен был достать Юнитор, но он так и не вернулся. Поэтому Юберион ласково просит нас о помощи, а именно найти этого ебалая, где бы он не был. Ну как можно отказать человеку, который делает вот так? Также он рассказывает нам, что Юнитор способен концентрировать силу Гуру, и также был одним из камней, с помощью которого создали барьер. Юберион говорит, где этот Юнитор должен быть, и мы отправляемся туда. Добравшись до места назначения, мы обнаруживаем Нераса, который немного ёбнулся. Он говорит, что Спящий беседовал с ним лично, и теперь он сам по себе молится ему, а все остальные уроды и вообще не трушные говнари, поэтому Юнитор теперь принадлежит ему. Только я... один... умри! Приносим Юбериону Юнитор, и он благодарит нас, даря амулет защиты от огня, а затем посылает Кургалому, дабы тот уже нам сказал, что делать дальше. О, великие силы, только не к этому лысому пердуну! Мы являемся Кургалому, словно трое из Ларца, Фалафель, Ницше и Маца, и отдаем ему Юнитор. Тот, само собой, рад, но как это бывает типично для таких вредных пердунов, он рад, но... Я очень! Ибо, чтобы постичь силу Юнитора, ему нужны эликсиры и слюны ползунов, а точнее, что-то получше, помощнее и позабористее. Поэтому Спящий подал ему знак, что есть еще один способ делать эликсиры, но из других частей тела ползунов. Сразу говорю, что подобный бульон я пить не буду. И теперь мы должны пойти в шахту старого лагеря и понять, из каких частей тела надо варить эти напитки, дабы Кургалом с остальными гуру окончательно ебнулись. Невероятно. Молчи, глупец. Само собой, я прошу у него хоть какой-нибудь помощи в этом деле, и он дает мне пять целебных как уринотерапии эликсиров. Однако нет, чтобы сказать приятного аппетита и удачи тебе, нет, он специально показывает свое отношение к нам. Я даю их тебе не потому, что хочу, чтобы ты уцелел, но потому что миссия, возложенная на тебя, должна быть выполнена. Старый урод. Как-нибудь я приду к тебе ночью и подаю слюны из моего ползу. Прежде чем идти в шахту, я так и решил пойти к скотине и улучшить свои навыки давания в рыло с одной руки. Тот дал мне еще несколько советов, и теперь мои удары стали сильнее, быстрее, да еще и парикам бух обучился. Теперь я самый настоящий мастер CQC. Глядишь, что Киме и кратко про МГС 2 сделаю. А еще я нашел вырезанный контент из игры, а именно концерт Inextermo, которые были вроде бы вырезаны из русской версии. Если что, отпишитесь в комментариях, а то я тупенький, и моих знаний хватает лишь на объяснение убогим карликам, что такое платоническая любовь. Я бы показал вам весь концерт, но тогда ютуб замонетизирует мой ролик, и мне придется побираться на завод. Поэтому просто представьте, что они играют очень пиздотую музыку. Иии, мы дошли до шахты старого лагеря, и то, что там было дальше, вы узнаете в следующей серии приключений этого замечательного человека. Так что не грустите, мои дорогие друзья, и ожидайте следующий ролик, ибо он выйдет тогда, когда будет готов. Большое спасибо вам за то, что не ленитесь и жмете на лайки, ведь за каждый поставленный лайк я получаю один удар в ебало, а это, если вы не знали, способствует выходу качественного контента. И судя по этой логике, чтобы МГС-4 не оказалось говном, Кодиму надо было угон... До скорых встреч, мои дорогие друзья, пока! Субтитры подогнал «Симон»